Всем привет! Сегодня я зачитаю письмо подписчице, она просит именно совета, так что ваши советы пишите также в комментариях. С интересом смотрю ваши видео, советы на ютюбе, решил написать вам, прошу анонимно. Хотела бы услышать ваш совет, что делать дальше. Я живу в Кыргызстане по национальности, я киргизка, мне 26 лет и я до сих пор девственница. В 22 года я начала встречаться с азербайджанцем, он был моей первой любовью. Повстречались мы с ним года три, хотели пожениться, но наши семьи были против этого союза и ему нашли за два дня невесту азербайджанку и заставили жениться. Он не смог пойти против своих родителей и мы расстались, хотя он после этого не переставал мне звонить, писать и преследовать меня. Я встретила другого парня своей национальности, начала с ним встречаться. Поначалу он мне сильно нравился, родители в нем души не чаяли, до того момента, как он сделал мне предложение. Я согласилась, но по-прежнему не могла забыть своего бывшего. Но все-таки за месяц до нашей свадьбы я рассталась со своим женихом. Также на протяжении трех лет был один женатый парень, который проводил время вместе со мной, то есть он был в компании с ними. Через месяц он развелся со своей женой. Фактически причиной развода была, конечно же, не я. Но он на тот момент был в меня влюблен. Я его к себе никак не подпускала, так как не хотела разрушать чужую семью, конечно. Но так сложилось, что после его развода мы с ним начали общаться, ближе встречаться. Я влюбилась как в первый раз вот в этого человека и уже кажется, что не смогу без него. Он меня носит на руках, с трепетом относится ко мне. Встречаемся мы уже больше полугода. Но есть одно но. Пожениться мы пока не можем, так как он говорит, что развелся недавно, ему нужно строить дом, вставать на ноги и так далее. Но он хочет уже перейти на другой этап отношений. А я боюсь лишиться девственности. И на этой почве мы постоянно ругаемся. Я до сих пор в нем не уверена. Иногда кажется, что если отдамся ему, он уйдет к бывшей жене. А я останусь у разбитого корыта. Когда я ему говорю о своих переживаниях, он говорит, что никогда меня не оставит, что любит меня сильно. А этого ему хочется. И куда-то налево он не хочет ходить. Мои родители 100% будут против этого союза, так как он разведен. Что делать, как поступать в данной ситуации, я не знаю. Дайте, пожалуйста, дельный совет. Интересный вопрос мне поступил. Такого у меня вопроса еще не было. Здесь много всяких аспектов. Я не буду тут рубить с плеча и говорить, как надо делать. Потому что это определенные вопросы национальности, воспитания в семье и определенных принципов их культурных. И приходить, как говорится, в чужой монастырь со своим устам, он говорит, да, делай так-то так. Людям с таким воспитанием это неприемлемо так себя вести. Если мы будем брать аспект, который очень важен в изменении семьи, сохранении девственности до брака и отдаться своему только мужу, у меня возникает вопрос, почему тогда перед предыдущими два раза, если это так важно, на этом самый главный акцент идет. Это было сделано, а сейчас уже хочется поддаться каким-то сомнениям. Вообще честно хочу сказать, что с точки зрения психолога я скажу, что в принципе девственность, ну не только психолога, сексологи также об этом рассуждают. Я думаю, все это в статьях всяких в интернете вы можете видеть. Просто сейчас порассуждаем, что вообще я не говорю про религиозный какой-то национальный аспект, но в принципе вот эта девственность, это у многих женщин как манипуляция используется. Изначально исторически мы это брать не будем, мы все понимаем, для чего это было, скажем так, сделано. Браки были гораздо ранее, это было приемлемо, в последние 100 лет только это изменилось, тенденция на старородящих, как говорится, на поздние более браки по времени. Раньше выходили в 17-16 лет и так далее. В многих каких-то национальных моментах это остается до сих пор. Браки по согласию родителей или по сватовству всякому насильному, это все другая история. И вот, вообще в принципе для девственности это слишком огромное значение. Это определенная валюта и манипуляция в своей социальной жизни. Исторически даже это так использовалось, и у некоторых до сих пор это остается. С точки зрения психолога, скажу, это слишком огромное место. Вот это, честно скажу, девственность просто возведена на пьедестал, и вокруг нее все пляшут, танцуют, ее хотят получить. Это очень важный такой момент, завоевание, добивание какой-то своей цели у мужчины. Вот у меня есть такой бриллиант, женщина говорит, данный мне Богом по рождению, попробуй, отними-ка, попробуй, допрыгни, попробуй, схвати. И тут сложилась такая ситуация, что уже бриллиант-то уже тяжело держать, нести. Хочется, чтобы его кто-то схватил поскорее, человека я вроде люблю. Так вот, у кого он условия другие предлагает, я на тебе жениться не буду, я просто хочу схватить этот бриллиант, а потом посмотрим, и девочка сомневается. А давать это свой бриллиант или нет, идти на этом поводу или нет? Я так скажу, первое, если тебе важны твои родители, как ты просто в этой культуре воспитываешься, да, если вот это с молоком матери все впитала, это поведение, и тебе важно мнение родителей, тебе важно вот эта своя действенность на педестале, то нет, ни в коем случае не поддавайся, не делай этого, ни единый перекор у своей похоти, если тебе вот это очень принципиально важно. С точки зрения психологии, я скажу, что это слишком огромное значение, это важный момент, но не настолько важный, как вокруг него все обставлено. Или же вступить в брак, начать рожать там детей, и понимать по ходу, что семейная жизнь не клеится, своего мужа там я не хочу, у нас вообще с этим огромные проблемы, и вот это ощущение жертвы, ты впадаешь вообще в какое-то насилие сексуальное в браке, это еще хуже, это откладывает отпечаток на твои психи, на твое поведение, на восприятие, вообще все в принципе в депрессию это выгоняет, чем ты бы это узнала и попробовала до брака, и поняла, есть вообще вы с этим человеком схожи или нет. Если брать сексологов, то они советуют попробовать до брака. Если мы берем, потому что выводы делают тебе принимать решение, я просто говорю, что если тут простой механизм, это определенный момент манипуляции, который мужчина хочет обойти, по своим каким-то причинам. Посмотри, что тебе важнее, с этим моментом ты его не удержишь, то есть тебя ставишь под очень большую угрозу, под большой удар и под большие проблемы. То есть оно того, а риск вот этот не стоит. И мужчину вот этим моментом, вот этим бриллиантом ты никогда не удержишь. И как детей рожают, когда надо по сути разводиться, они как-то даже инстинктивно женщины это делают, рожают детей, снова беременны, еще больше рожают, скрепляют, ничего ты не скрепишь, это не скрепа. Скрепа – это партнерские, надежные, понимающие отношения двух людей, которые любят друг друга, готовы идти тут же на какие-то компромиссы, уступки в равных долях, спокойно живут, существуют, общаются, доверяют друг другу. Вот это скрепляет. Но не девственность, не сам половой акт, не родившиеся дети, это искусственно все. Поэтому дельный совет, если ты не хочешь рисковать, подставлять себя под какой-то удар и понимать, что он может, он может, почему он делает такие условия, выдвигает? Да потому что он не хочет жениться. Он получит то, что хочет, развернется, потом со временем уйдет. То, что он тебе женится, это 50 на 50, неизвестно. Если бы хотел, потому что он бы женился, потому что он с тобой для национальности, он с тобой воспитан по сути так же, и для него это не новость, это необычно какой-то русский парень, понимаешь? Он знает прекрасно правила игры, его в этих же правилах воспитывают, поэтому он сейчас пытается обойти эти правила игры и получить то, что ему хочется. Давать это или нет, ты решаешь, но я тебе скажу, что лучше не давать то, что он хочет до брака. Ты ставишь лично себя под большой удар в негоду своих родителей, и предыдущие двое отношений твоих разрушились, там, я поняла, что любви там не было, во-вторых отношения еще что-то. Ну, короче говоря, оно того не стоило, все эти мужчины, чтобы в итоге сдаться и отдать. Зачем? Не надо это делать. У тебя уже просто пройден до 26 лет большой путь к этому. Ну, уже доводи тогда до конца. Вот все. Я бы поступила бы именно вот так. Но опять же скажу, что, к сожалению, это просто определенное давление на человека. Типа, а ну-ка, отними-ка, забери-ка. Вот это определенная игра, но это игра историческая, которая воспитывают. Не надо придавать самому огромного значения. Это не так важно, в жизни есть гораздо более важные вещи. Девочки, пишите свои советы, кто особенно был в таких ситуациях. Рассказывайте, будет очень интересно почитать. И девочка примет правильное решение. Спасибо за внимание. Всем пока.